Это выставка World Food 2022 по-прежнему. Мы по-прежнему разговариваем со спикерами, участниками этой выставки. Рядом со мной Андрей Крайнов, агропромкомплектация. Андрей, вы выступали у нас на сессии. Расскажите, чему она была посвящена и чему было посвящено ваше выступление. Добрый день. Тема моего выступления была связана с роботизацией электронного документа оборота в части маркировки молочной продукции. Недавно вступил закон, в рамках которого мы должны соблюдать требования объемно-сортового учета по молочной продукции. Так как мы являемся производителями молока и молочной продукции, мы посчитали о том, что в рамках нашего проекта мы должны автоматизировать операции, убрать все ручные операции, убрать сотрудников из контура обработки маркированной продукции и электронного документа оборота. В рамках группы компании мы обеспечиваем следующий контур. Это производители готовой продукции. Это дистрибьютор готовой продукции. Это розничная сеть готовой продукции. И внешние клиенты нашего торгового дома. Это федеральные сети, локальные сети, хорика, розница и небольшие индивидуальные предприниматели. Так как контур достаточно значительный, в рамках него мы решили автоматизировать, перейти только лишь на электронный документ оборот, убрать людей из этого контур и роботам оставить все транзакции в рамках информационных систем, которые могут быть задействованы в рамках этого контура. Это электронные площадки, это честный знак и требования в отношении объемно-сортового учета по малышной продукции. Роботизация вот этого процесса, прежде всего, это что, минимизировать ошибки или это может быть в том числе оптимизация экономическая, если у нас это будут делать роботы? Это две задачи совместные. Первая задача, она экономическая, связана с тем, чтобы оптимизировать наши затраты и издержки, автоматизировать процесс, увеличить его в скорости. Вторая, безусловно, связана с исключением ошибок. Почему? Потому что люди, делающие операции, совершают ошибки, а роботы либо алгоритм на основании определенных условий обрабатывает те или иные события, оптимизируя, сокращая и сводя ошибки до минимального количества. Только лишь те ошибки выявляются, которые не может обработать робот, они уходят на человека. Это минимальное количество. Насколько это технически сложно осуществить, перевести все на роботов, на электронный документооборот, по времени, насколько это долго и по затратам? Наш проект в интервале 8 месяцев. Почему? Потому что значительное количество юридических лиц в рамках группы компаний задействованы были в этом контроле электронного документооборота. Сам процесс в нашем случае был сложный. Почему? Потому что внутри каждого отдельного предприятия есть отдельные триггеры, которые говорят о завершении процесса документооборота. Эти триггеры в части активов являются уникальными, их необходимо обрабатывать. В отношении площадок электронного документооборота все процедуры типизированы. Но есть одна особенность, на которую тратят все много времени. Это взаимодействие с внешними клиентами. Потому что с внешними клиентами всегда возникают отдельные уникальные требования клиента, которые в электронном документообороте необходимо обеспечивать. Я считаю, что это была самая большая длительная по времени наша задача, когда мы взаимодействовали с завершением документооборота с внешними клиентами. Ну, я думаю, что за диджитализацией в любом случае будущее. Поэтому здесь вы, наверное, один из пионеров вашей компании, имею в виду, в этой сфере. Так что спасибо вам большое и удачи на этой выставке. Спасибо.